Внимание! Розыск! Особые приметы нарушителей моргает аварийными сигналами без особых причин, припаркован вторым рядом на улице Московской. Все эти признаки в этот день выявляют экипажи ГИБДД города Саратова. Активность инспекторов связана с массовыми обращениями граждан по поводу нарушений правил парковки, зачастую блокирующих как проезд, так и проход по тротуару. В ходе рейдов являются транспортные средства, которые припаркованы на тротуаре. За это у нас предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей. Также очень много транспортных средств, которые паркуются в местах для парковки для инвалидов. За это у нас предусмотрена административная ответственность в размере 5 тысяч рублей штраф. Также есть такие стоянки остановки транспортных средств под знаками, которые запрещают это делать. За это у нас предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей. Ну и, конечно же, парковка транспортных средств вторым рядом. За это у нас тоже штраф в размере полутора тысяч рублей. Яркий пример пешеходной зоны возле отделения банка. Здесь образовалась стихийная парковка. При появлении автомобиля с мигалкой и людей в форме некоторые пытаются побыстрее уехать, не дожидаясь появления эвакуаторов. Но штраф выписывается гораздо быстрее и водители не уходят от ответственности. В среднем ежедневно около 40 водителей привлекаются за данное нарушение. 8 из которых примерно ежедневно у нас выявляются стоянкой и остановкой транспортных средств в местах для инвалидов. Около 15 стоянка на тротуаре и все остальные вторым рядом. В связи с тем, что иногда очень сложно выявить водителя, который управляет транспортным средством, транспортное средство стоит в нарушении ПДД, то, конечно же, приходится вызывать эвакуаторов, чтобы задержать транспортное средство и поставить на специализированную стоянку. Как говорят в ГИБДД, эти показатели по выписанным протоколам лишь с небольшого отрезка Московской от Астраханска и Дарахова. Но этим расстоянием они не ограничиваются. Подобные рейды будут проходить в городе до конца текущего года. Продолжение следует...